Ты самая милая, что я слышала в жизни. Ты меня, дети! Как тебе живется на Алтае? Озеро Ючкель. Ребята, привет! Привет, красотки! Это очередной влог из нашего семейного путешествия. И на этот раз мы приехали на Алтай. В далеком 2017-м мы были на Алтай с Денисом вдвоем. И случилась любовь с первого взгляда. Такой красоты я прежде не видела никогда. Мы объездили основные туристические места, ночевали в палатке среди коров, доехали до границы с Монголией, сошли с ума от красоты Чуйского тракта. Ну а в этот раз мы здесь с двумя детьми, поэтому очень важным моментом был выбор отеля для проживания нашей семьи. Мы остановились на берегу Бирюзовой Катуни в Гран-Шале Алтай. И первым делом после самолета отправились обедать, конечно же. И уже после разбирать чемоданы и осматриваться на территории. Ну что, давайте по традиции начнем с рум-тура. Местечко, где мы живем. Вот у нас такая территория. Здесь есть два лежака. Сам домик. Это, получается, домик, где живем я, Денис и Мира. И вот соседний домик, вот этот домик, там моя мама с Евой ночуют. На самой территории, смотрите, что есть еще дрова. Мы сначала подумали, зачем дрова, а потом увидели вот эту прекрасную зону. Такого мини-костровища. То есть можно вечерочком так сидеть у костра, размышлять о прекрасном с видом на Катунь. Ну, она, конечно, здесь далековато. Вот там. Зато очень близко по расположению детский клуб. Это нам более ценно. И детская площадка. Мы прямо вот у нее живем, собственно. Здесь у нас терраса нашего домика. Но давайте по порядку. Зайдем сначала в сам дом. Так. А-а-а-а! Я закрыла дверь! За дверью у меня мой телефон с карточкой. Мама где-то гуляет с Мирой. А вдруг я зайду через балкон? Ну, если что, я, конечно, схожу на ресепшн, попрошу еще одну карточку от нашего номера. Вот если я балкон закрыла вниз, то я его не открою, дверь. Сейчас мы перелезем через вот эту штуку одним ловким движением. Ну-ка. Да. Дверь закрыта вниз. Ну, собственно, мы оказались с вами на балконе. Можем сейчас посмотреть. Балкончик веранды. Вот так выглядит. Здесь есть столик, стульчики. Мы попросили еще детский стульчик. Коврик для йоги, чтобы заниматься. Вот тут. И мы еще вытащили стул, чтобы всем хватило, когда мы сидим. Ну, достаточно такая большая веранда. Комфортная. Вокруг лес. Красота. Мне открыли дверь. Добро пожаловать в наш дом. Это прихожая. Кстати, единственное место хранения здесь. Вот эти вот шкафы. Они, конечно, в потолок, но тем не менее это маловато, да, для всех. Но у нас немного вещей. На самом деле. Я стала вообще очень мало вещей брать. Даже вот здесь видно по плечикам, что большинство это футболки Дениса и три моих платьишка. Такая прихожая. Здесь санузел. Прикольно, что здесь тепло в санузле. То есть ты заходишь, сначально уже воздух более теплый. И это всегда классно, особенно когда ребенка купаешь. Ему потом прохладно после воды. Хотя эта закалка тоже неплохо. Вот такая зона умывания. Зеркало. И здесь тоже недостаточно, я бы сказала, полочек. Потому что все мои там бутыльки вот сюда вот не помещаются. И я в итоге, хотел сказать, арендовала. Заняла вот этот подоконничек. Хотя он, конечно, для того, чтобы все равно открывалось окно. Но окей. Вот нижняя полочка тоже, конечно, ее можно занять. Но здесь ползает мира периодически. Поэтому мы снизу все по максимуму убираем. Такое бутыльковое. И заходим в основную комнату. Очень классно. Мне она безумно нравится. Здесь очень много воздуха, света, места. Мы придвинули, как всегда, по классике жанра, кровать в одну сторону. Поэтому она немножко странно выглядит, что спинка вот досюда, а кровать так. Потому что мы там с мирой спим. И вот здесь Денис. Здесь диван. На самом деле сюда тоже можно было поместить еще человека. Но это было бы менее комфортно. Даже двух людей можно помещать. Ну ладно, если на одни сутки, на двое, это окей. Но как бы на восемь суток это не очень. Вот большущая зона. Здесь мира все время ползает. Ей вообще тут не бывает скучно. Она разносит вот эти свои игрушечки по всему полу. С ними везде играет. Вот тоже единственная зона, где очень много всего лежит. Зона такая хранения. Это стол, на котором и чай, и там перекусы для мира всякие, и мейдрипы. И все наши зарядки здесь происходят. Водичка, какие-то игрушки. Торшеры мы, кстати, убрали. Потому что их она легко может вот оттуда с таких тумбочек спустить и свалить. И вот, собственно, та веранда. Прекрасная веранда. Мне очень нравится. Она добавляет, знаете, еще больше простора, такого света. Некоторые мне пишут в комментариях, жалея Еву, что вот, почему она там спит отдельно. Она же тоже ваш ребенок. Ей как вообще, что она с бабушкой. Во-первых, она соглашается осознанно. У нее нет такого, что я не хочу идти к бабушке, и мы такие надо. То есть вот у нас даже было решение сюда, если что, на диван ее расположить. Но это было бы менее удобно. Но на самом деле у них с бабушкой формируются тоже свои традиции. Например, мы дома, мы вообще никогда не смотрим мультики. Вот это вообще настолько редкая история, когда мы посмотрим мультик. Либо это выходные, либо нам нужно там собирать чемодан или что-то делать, чтобы Ева не сильно отвлекала. И если она не хочет там рисовать, лепить и так далее, мы можем подставить мультик. А у мамы моей, то есть у бабушки, у нее есть определенные традиции. У них вечером один мультик, утром один мультик. У них свои там ритуалы, свои приколы, игрушки тоже. Они читают книги. В общем, никто не обделен, никто не в обиде. И весь день абсолютно мы с Евой. То есть нет такого, что мама, вот она за Еву и все. Мы вообще там за Еву не отвечаем с ней, не общаемся. Скорее даже днем мама моя больше с Мирой. Потому что там катать коляску или где-то с ней поползать. Маму мою тоже кто-то жалеет, что вот мы маму за собой таскаете. У нее никакого отдыха. Но вы же не видите ничего, что за этой картинкой, за тем, что я снимаю. Я почему и снимаю иногда? Потому что у меня, например, есть свободные руки. А это значит, что, возможно, мама сейчас там гуляет с Мирой, либо там с Евой, либо как-то еще. И поэтому мама не попадает. Да и вообще моя мама не очень любит попадать на камеру. Но происходит не так, что мы такие двух детей на маму, а сами куда-то тусить. Нет, это скорее, ну, дополнительные руки у мамы. Точно так же есть всегда возможность спокойно где-то одной побыть. сходить на массаж, спокойно позавтракать. И более того, мама всегда соглашается сама на эти поездки. То есть она прям четко уже сказала, что она бы не поехала на экватор, потому что ей там жарко. И мы на самом деле тоже, походу, больше туда не поедем. Но только если, знаете, вдвоем с Денисом, вот это же совершенно другие поездки, когда ты, например, едешь взрослыми, и ты сам волен выбирать свой распорядок дня, в том плане, что рано утром встал, где-то недоспал, может быть, вечером поздно гуляешь, там как-то лег, где-то днем прикорнул. Это совершенно другое. И ты можешь сам выбирать комфортные участки дня, когда, чтобы в сильную жару не попадать, и при этом там кайфовать, и куда-то ходить на классные места. А так вот мы, например, побывали на Бали, но я уверена, что были бы там мы с Денисом вдвоем на Бали, мы бы совершенно в других местах жили, другие места бы смотрели, другие места бы ездили, и мы бы за две недели успели намного больше, чем мы успели за два месяца. Но пока реальность такова, мы ездим с детьми, считаем, что лучше ездить так, чем никак вообще. Но у нас, конечно, более такой оседлый вид отдыха, вид отпуска, вид поездок, да, чтобы рядом был детский клуб, чтобы были площадочки, чтобы нормальное было питание, потому что, ну, это все важно детям. Давайте я еще пройдусь по территории с вами. Здесь, на самом деле, не огромная прям территория, она большая, достаточно большая. Знаете, тут есть где разгуляться, где там покатать коляску, пока ребенок спит. Есть теннисные корты и так далее. Но не сказать, что прям леса-леса. Очень так уютненько, компактненько. И мне это даже нравится. Мне нравится этот формат. Например, то, что бассейны вместе. Бассейн для взрослых, бассейн для детей. Потому что это часто вот даже в Турции, несмотря на то, что обожаю Турцию, там такие большие масштабы, но там зачастую детский бассейн где-нибудь отдельно, а взрослый бассейн отдельно. Тебе нужно, получается, чтобы быть с ребенком, сам не покупаешься в большом бассейне. А здесь это совмещено. И ты как бы можешь и взрослый кайфовать, там плавать, да, и ребенка видеть, наблюдать за ним. Вот, получается, наш домик, где мы живем. И вот здесь уже детская площадка. Что мы тут имеем? Мы имеем тут батуты, такие прикольненькие уличные. Теннисный стол. Это особенно любители моя мама и Дениса. Я тоже люблю, но не так сильно. Всякие лазалки, турники, качели, конечно же, для деток помладше и для деток постарше. Как раз идеально здесь качаю Миру, здесь качаю Еву. Вот такая еще качель плетеная. И целый замок, домик, лазалок, горок. Ну и, конечно, вот эта скала, она просто сводит с ума каждый раз, когда на нее смотришь. Везде на территории папоротники. И вот такая лазалка для совсем малышей. Качалка, еще качалка. Столики какие-то. И вот смотрите, как близко зона бассейна. Там взрослая часть, более глубокие бассейны. А здесь детская. Первое, что я заметила, когда мы заехали на территорию отеля, что почувствовала, точнее, не то, что заметила, а почувствовала, это запах. Этот невероятный запах сосен. Это просто ароматерапия каждую секунду. Вот такие тропиночки здесь соединяют вот ту дорогу, по которой мы шли, с дорогой, где течет река. И вот здесь везде, по сути, домики. Вот домик, вот домик, вот домик на территории. Но я бы не сказала, что, знаете, очень часто они поставлены. Так вот комфортно, чтобы было много пространства между домиками. И вот мы вышли на еще одну дорогу. Это, можно сказать, первая береговая. То есть это та линия домиков, которая находится максимально близко к реке. Здесь, ну вот в этом расположении тоже есть определенный плюс. То есть более такие дикие, я бы сказала, домики. Например, если без детей останавливаться, мне кажется, это оптимальный вариант, потому что детская площадка подальше. Вот она там осталась. Детский клуб там. Но зато шум реки, природа. Пойдем поближе к реке. Хочу вам все показать. Как она быстро движется, как она течет, как она шумит. Бирюзовая котунь. Пойдемте смотреть игровую. Здесь уже по обуви можно понять, кто здесь есть. Денис, Ева. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Прикольная игровая. Туалет. Здесь зона мастер-классов. Здесь девяточки, мальчики рисуют, красят. Такие вот штуки всякие делают. Прикольно. Красное или оранжевое? Красное. А сколько лет? Годик. Годик? Годик. Годик. Что у тебя здесь? А-а-а, конструкторы. Совсем хватит, Ева. Ева, здесь много конструкторов. Нет. Дай, Мира, где там твой кусок. Да. Брать, смотрите, здесь получить дракон, это буду я. А вам нужно построить себе крепость от меня прятаться. Да. А еще убегать от тебя. Приветик. Мы еще должны... Нет, я конкланирую. Мы идем в бассейн. Ты уже знаешь. Все, камера включается. Надо что-то говорить. Пойдем возьмем два полотенца и положим на какие-нибудь лежаки. Здесь, здесь карточки. Так, дождешь, пока я возьму полотенце? Да. Два полотенчика взяли. Так, я обожаю эту систему, когда не надо никакие карточки давать, чтобы взять полотенце. Это очень удобно. Кайф. clinical eggs. Та-та-та-та-та-та-та. А, смотрите-те-те. Знаете ли, вот я вдруг оттолкнула, заедут тебе. Давай. а это не что в аренду какая-то рассада на рукавниках вы здесь даже 27 28 градусов они ощущаются так комфортно потому что потому что это не таиланд не бали это наши 27 28 они все равно не такие жаркие не такой влажности а там зона только взрослой до получается там лучше мы у подножья аквапарка этой зоны всей всякие трубы у меня идут мурашки у меня тоже мало все генетически передалась моя не любовь к салфеткам девчачья традиция а потом да и стойку пройдем к цыпленку ученок смотри ученый говорит я выручился я тоже был цыпленок я все убиваю я тоже хочу убивать потому что когда он не пошел убивал цыпленок он затонул как ты думаешь почему цыпленок придумает потому что он не умеет сплавать я тебе даже не сплавка в жизни тоже иногда повторяюсь просто за кем то потому что вот он так делает а он так делает я тоже так хочу но у каждого своя жизнь своя судьба свой путь и не надо просто слепо повторять да не привет я буду как стоять я буду как стоять что я не буду как стоять я просто буду Это классно, это называется независимость, это называется свобода, когда ты свободна от другого мнения, от чужого мнения или от чужих выборов. Доброе утречко! Сегодня еще один прекрасный день здесь. Мы проснулись буквально 10 минут назад с малышом. Где ты, малыш? А вот. Денис уже ушел пить свой кофе. Он проснулся раньше нас, а мы пойдем сейчас, наверное, на балкон. Хочу небольшую разминку сделать. Мне знаете, что нравится? Что не нужно идти за 3 земель, чтобы сделать разминку, чтобы позаниматься с прекрасным видом. Просто можно выйти на балкон. Там, конечно, довольно широкие перекладины. Я всегда переживаю, что ребенок может выпасть, но я как бы буду вместе с ней на балконе. Она будет там не одна. Ты юный блогер? Ты юный блогер? Там кто? Мира, там кто? А-та-та-та. А-та-та. 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 Ладно, пойдем на балкон. Вот это красота. Еще так свежо, на самом деле. Что, малыш, будешь заходить? Нет? Я, наверное, вот в этот уголочек расстелю. Да, красота. Правда? Только эти листики в ротик не бери, ладно? Ага. Да, кушать нельзя. Нельзя, да, пальчиком. Правильно показывай. Вот. Что это? Что это? Что это? Листик, да? Деревяшечка какая-то. Давай, так как? Выкинем ее? Не будем есть, ладно? Видите, такие широкие довольно. Но, опять же, ей нужно очень маневренной быть, чтобы проползти. Ну, и здесь не сильно высоко. Ну, ну как? Падать высоко, конечно. Не хотелось бы, чтобы она упала. Но, в том плане, что мы не на пятом этаже, там. Ну, и я рядом с ней. Ну, и я рядом с ней. Я подошел. Ты скиппинг? Я скиппинг. И вижу, какая фоба. Привет. Я усну. 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 Это йога тут. Йога тренога. Мама, ты что-то птичешь? Я. Йога тоже птичешь? Да. Ты готова пить? Да, вроде. Можете пробок касаться. Послабить живот. У меня не живот, у меня вот здесь, вот там, в месте. Одно ничей нет. Нет, ну, я рубля, он все равно, что с улочками нет. Когда кровотаний нет. Живот, по-моему, все хорошо, как и бедра. Вот. Расслабить голову, шею. И вот отсюда пытаться хоть как-то, как-то, как дыхание. Ты куда попала? А так просто не отойти? Нет, так тоже можно. Я говорю, чтобы у тебя разные цели. Когда ты стоишь вот так внутри, вот так, ты скорее расслабляешься в какую-то часть. Продолжение следует. Что мы имеем на завтраке, смотрим вместе, блинчики, сырники, наггетсы, тут каша ячневая, скрипучая дверь, каша овсяная на воде, овощи булгур, мясо, мясо два в других вариациях, ну точнее всякий сосиски, бекон, скрэмбл, тоже яйца разных видов, колбасы, рыба, масляная рыба наша любимая с Денисом, вот это меня очень радует всегда, фруктики, здесь станция такая молочная, творог, сметана, мир вообще любитель, творога со сметаной как раз, всякие йогурты, сыры, масло и еще фруктики, ну и здесь печенюхи всякие, орешки, фрукты и десерты, тут у нас хлебная станция, кофе можно сделать, чаек налить, я, конечно, делаю свой дрип, видите, даже это мой, фреши всякие, напиточки, это мне очень нравится, смузи и овощей довольно много. Ля-я-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Лям, как ты называешь папу? Пья-пья. Это очень милые. Это самая милая, что я слышал в жизни. Пья-пья-пья-пья-пья-пья-пья-пья-пья. Ева меня так нежно называет в какой-то обычно полудрёме, когда просыпается или засыпает. А я тогда кто, Ев? Мя-мя-мя. Ня-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Знаете, что, девчоночки, хочу вам рассказать. Пользуясь случаем, что мы в таком красивущем месте, хочу снять здесь две практики для нового ретрита, который выйдет вообще в 2025 году, но работу над которым мы уже начали. Свет здесь, конечно, просто магический. Вот так вот, знаете, надо. Вот свет отсюда хороший. Когда делаешь так и смотришь в зеркало, это просто ужас. То есть свет падает от бровей, да, то есть создают тёмные круги, нос такой большой становится. Стоит делать только вот так, всё видно хорошо. То есть приходится вот так вот краситься. Окей. В общем, вы знаете наверняка, что у меня есть мой проект, точка опоры, ретрит точка опоры, который я уже несколько раз запускала, который прошли больше 10 тысяч людей. Но время идёт, и я понимаю, что я уже могу лучше, могу с другим качеством, и хочется мне самое главное этого, и хочется перезаписать практики, хочется сделать даже уже посложнее, потому что есть такой запрос. И хочется такие, знаете, прям погружающие сделать практики, где подышать долго в каждой асане можно. Вот прям у людей запрос на более продолжительные практики. И это, конечно, очень приятно и классно. Но там будут самые разные всё-таки практики, от самых коротких, чтобы даже если у человека всего лишь 15 минут, он мог сделать хоть что-то и не думать, типа, ой, мне нужен обязательно час, чтобы позаниматься йогой. Так вот, к чему и это всё, к тому, что съёмки всех практик я хочу сделать на природе, не на студии. Пока что у меня такая вот мысль, и надеюсь, что успеем это сделать в погоду в хорошую. Красивущие места у нас в Викторбурге очень много красивых мест, если выезжать за пределы города, разумеется. Здесь, конечно, на Алтае тоже очень хотелось снять, но, знаете, тоже не перегнуть палку, то есть не сделать эту поездку какой-то рабочей и тут понатыкать себе съёмочных дней, потому что всё-таки один вайб, когда ты отдыхаешь с семьёй, ты полностью в этом, да, занимаетесь с семьёй, играете, бегаете, это всё одно настроение. И совершенно другое настроение, если ты планируешь съёмки, там, собираешься, расписываешь практики, это всё. Нужно вот переключаться, и мне не хочется как будто, знаете, это всё мешать. Но всего лишь один раз приедет видеограф. С двух ракурсов мы снимем две практики. Я прямо на территории отеля нашла очень красивое место, и завтра приедет видеограф. Мы на фоне катуни, прекрасной бирюзовой катуни, снимем две практики и положим начало вообще работы над проектом. Вот смотри, что мне нравится. Мне очень нравится вот та зона, вот тот угол. Мы сейчас туда спустимся, но просто я хочу, чтобы ты понимала, что это за место, да. То есть вот, пожалуйста, здесь готовят, здесь люди уже едят. И, конечно, сюда спускаются все на красоту это посмотреть. Именно поэтому, если это было бы утро, это было очень классно. Там, не знаю, в 8 утра здесь, я уверена, вообще никого нет. Здесь уже покатый край, здесь уже нет. Вот, смотри, для меня какая зона идеальная. Вот лежачки у нас. И можно было бы с разрешения отеля лежачки как раз подвинуть, и вот сюда нам бы строиться. И был бы один ракурс полностью вот отсюда. Вот такой, смотри. Вот так. И один сбоку. Ну, очень красиво, мне кажется. Вопрос вот об этих лежаках, по сути. Ну, и вот здесь, конечно, зона, да, отдыха. Человек в любой момент хочет подойти, хочет расслабиться. А мы тут такие снимаем. И почему вот мы ставим это все уже на 2025 год? Потому что я вообще не хочу торопиться. Некуда торопиться, на самом деле. Я не понимаю иногда, зачем эксперты, там, или блогеры, или продюсеры тоже подгоняют. Для чего вообще какая-то гонка нужна? То есть для чего нужно успевать к определенному там сроку, который ты сам себе поставил, если ты понимаешь, что для комфортного темпа жизни и работы, да, вот этого сохранения баланса тебе нужно больше времени. То есть зачем себя изначально в рамки сильно загонять, я не понимаю. Потом 100% будут издержки в том, что будет выгорание какое-то. И ты скажешь, я вообще ничего не хочу, мне нужно, чтобы восстановиться, там, два месяца вообще ничего не делать. Теряется какая-то радость в жизни. То есть я просто не хочу, чтобы вот съемки проекта и моя работа над проектом очень сильно меня выбивала из моего текущего графика, работа, жизнь, да. То есть чтобы я точно так же продолжала вести блог, снимать видео. Не уходила просто только с головой, только в йогу, в проект. Чтобы так же оставалось время у меня для просто жизни, просто для своей семьи, для себя и так далее. Смотрите, как свет решает. Вот здесь сейчас мы вот так стоим. Кажется, что я забуду нас таким светом. Сейчас мы выйдем на балкон. Посмотрите, как сразу по-другому все выглядит. Но в итоге мы утвердили эту локацию, нашли свободного видеографа в Горно-Алтайске. И уже через пару дней ранним утром сняли здесь две практики для нового ретрита. Посмотрите, какая красота. Мам, когда последний раз была? Да. Относите, совсем недавно. Приезжаете в этой игре? Такие безвгляды. Деиса, с таким названием книжка есть, ты ее читал. Есть ты ее читал? Это тарасик вопрос. Ладно. Артур Хейли написал. Я знаю. Доброе утро. Еще одного прекрасного дня на Алтае. Сегодня у нас движуха. У нас вылазка из нашего прекрасного отеля, где очень хорошо, комфортно и супер. Но хочется все-таки Алтай повидать. Всего у нас будет две вылазки за эту поездку. И с двумя детьми это тоже очень смело, я бы скажу. Очень даже бодренько. Сегодня мы отправляемся на Манджирок. Манджирок это курорт. Как мы поняли, с Бером, да, вот устроенный уже с Бером. Мы там были 7 лет назад с Денисом, но там было довольно тухленько. Там была вроде канатная дорога. А, еще мы с парагладинкой. И параплана. Да, параплана. Мы, я помню, вот воспоминания, купили с Денисом две шишки, по-моему. И кушали кедровые орешки и поднимались на подъемниках. Тоже было классно. Когда-то в целом... Есть? Вот ставлю сюда, если они есть. А сейчас мы уже с двумя детьми. И там все, говорят, изменилось. Вот, будем гулять. Идем в Манджирок и купим там игрушку. Манджирок – это круглогодичный горнолыжный курорт в республике Алтай. Когда мы здесь были с Денисом 7 лет назад, тут было все по-другому. Сейчас это место, как по мне, соревнуется даже с Красной Поляной в Сочи по инфраструктуре и сервису. Смотрите, видите, наверху как будто провода. Вот это не провода, это так вкусно держит. Чтобы они росли. Представляете, это все отель. Огромный, как арена. Вот такая форма отеля. Смотрите, буква С. Очень красиво. Но здесь будет еще прикольнее, когда пляж доделают. Очень красивое освещение. Мне кажется, они модель взяли у какого-то насекомого. В общем, это фонарь, скорее всего. Ветером красиво светит. Вау, смотри, как красиво отражается. Я и говорю, в общем, мне тоже понравилось. Я хочу именно шарики снять. Понимаешь, я не ношу серебряные, мне нравятся только золотые. Дошли мы, конечно же, куда? Раз мы с детьми. Лес чудес. Это просто мечта, мне кажется, детства любого. Ты помнишь, что в Сочи похожа была такая же большая труба? Помнишь, мы ездили сюда на подушке? Правда, лес чудес. На подушках мы едем. Очень крутая штука. Мы с Евой ходим по какой-то пещере. Давай, я там, а ты здесь. Кто первый? Кто первый? Кто первый? А, я была первая. Давай. Увидимся наверху. По машинам. Остался один ребенок. Где старший? В арене. Временном усыновлении. При том, что мы не ребенка арендуем, а мы арендуем семью. Вот та самая семья. Ева. По чем взяли? Уезжаю. Это была какая-то промежуточная... Это дозаправка? Нет. Как это называется? Вы через неделю. Мне кажется, это, знаешь, чтобы не такая длинная была канадка. И, конечно, визитная карточка локации. Это подъемники. Только посмотрите, какая красотища открывается сверху. Мишка. 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 здесь у нас прокат великов бесплатный как-то высоковатые как будто широко тормоз только задний на маленькой скорости потестируй ногами нужно тормоз непривычный посмотрите какую красотищу нам принесли комплимент от отеля уважаемые гости благодарим вас за выбор нашего отеля пусть каждый день отдыха пройдет незабываемо прекрасно с уважением команда отеля гранд шале алтай посмотрите кедровые орешки целое просто пачище обожаем травяной чай с алтая кадын коллекции 2021 собраны вручную укок травяной чай тоже медик разнотраве медик альпийские луга варенье из черники варенье из клюквы и варенье из черники еще мама сказала коробку не выбрасывай я увезу ее домой это просто моя мама мама если смотришь это видео я тебя очень люблю идущий человек бродягой унистань теряющим себя беднягой унистань вглубь собственной души дорога для отважных и пусть глядят но сам зевакой унистань вообще жизнь такая непростая штука очень много сейчас того что отвлекает от истинного пути из-за чего можно брести вообще не туда куда например сердце хочет у меня вот здесь на алтае появилась любимое место скала сейчас вам покажу вот это моя любимая скала она просто невероятно и с ней пришло уже столько всяких метафор просто не сосчитать но вот некоторые из своих любимых расскажу смотрите сейчас скалу особо не видно насколько бы она прекрасно не было и так плоховато видно это где-то там закрыто чем-то не очень-то рассмотреть но если вдруг жизнь подбрасывает какой-то легкий путь что-то вроде соцсетей то можно очень быстро приблизиться к этой скале мы представим что это какая-то популярная личность звезда актер блогер и вот мы буквально подписались начали изучать и увидели ясно всю высоту всю мощь вот этой личности и больше нам ничто не мешает ни единая сосна сосны это метафоричные и вот мы видим очень близко вот по прямой по прямой на самом деле ну туда где-то наверное метров 300 всего 300 метров и кажется что это очень близко и это очень просто потому что мы всегда видим за другими людьми уже конкретный результат видим вот они на вершине там если кто-то встанет я смогу разглядеть этого человека плохо но разгляжу мне не будет понятно вообще он в ранах в шрамах как он добрался сколько раз он чуть не умер сколько раз он ошибался падал мне будет просто казаться что это очень близко и просто сколько там три дня прошло как я пошел на эту самую скалу отправляю своего любимого на ту скалу она просто выше тебя на этом видео там не скала какая-то стена сейчас полезу так изучать местную фауну и флору почему тебя все время это туда тянет на скалу хочется на вершины запиши пару кусочков мне для блога до метров 300 наверно высоту ну явно вертикально не получится надо идти куда-то далеко к подножью и уже тоже по довольно большому углу подниматься вон туда это прям кайфово я думаю в качестве разминки устроим небольшую пробежку сэкономим время ноги надо размять сразу снизится вероятность травм привет грибочек пришел сюда с другой целью маршрут конечно эпичный чувака встретил сам внизу в тракторе это отель новый строит ну точнее место вращает говорит время ты выбрал первых мест они тут заповедная зона какая-то там забор будет колючей проволокой во вторых плечей много и в третьих сегодня аномальная жара мчс передавали туда в жару тяжело идти ну блин после эльбруса после агунга в индонезии же ничего не страшно еще тут медведи обитают там лис и зайц это обычное дело а вот медведи тут регулярно как видят я медведи даже уже можно сказать регулярно видел на аляске убегал на камчатке ну там фалафа было мы сашей плавали это просто была красота наблюдать за медведем с лодки вот смотрите выбрал место вершинами вот такой какой-то там как бы не забраться там не забраться здесь такой центральный проход есть обычно пути водные формируют какие-то такие мне кажется такой вот там где-то вниз осталось я вот сбираюсь да вот сейчас я лезу ладно пусть не вертикально но больше 45 красиво лезу по парни там пошел думал будет очень просто без всякой подготовки не изучив местную фауну не взял даже ножа ничего не взял только надел трекинговые ботинки и пошел на меня каждый сантиметр каждый метр нападали всякие пауки трава выше головы было сложно сложно и меня остановил неведомый зверь немного испугался известно ли его тут рычит страна похоже туда не пойду без напарника точно страшно животное пусть не преследуют спокойно отступать не но если медведь там на дереве не спасешься в целом это очень большая редкость когда нападают я не заснял эти рычание ворчание урчание я это уже включил камеру когда на дерево залез и там уже не сильно слышно но потом когда я посмотрел на видео как рычит медведь я убедился что это все-таки был медведь еще росомахи водится но росомаха не так звучит это был медведь меня получается это препятствие развернула пока сматывать назад растение прямо распорола палец надеюсь вкус крови не привлечет там кто-то он врачал так дико сзади знаете как передвигаюсь я смотрю дерево на которое могу залезть и от предыдущего дерева бегу к нему но иду так вот если какая-нибудь от собака там волка не знаю кто дикий лис они не залезут ведь и залезут но они не будут гоняться принципе она хватает таких корешков чувак я с тобой я давно хотел выбраться в город пойдем ну вот спустился жив здоров встретил тут мужиков говорят у них один друг 100 метров не прошел там горит змею такой задел толщиной змеи 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 в этот раз не встречал два месяца назад в грузии встречал там вроде саша вставляла видео здесь я встретил какое-то животное ну и меня после на самом деле ских неудач в жизни таких глупых фатальных сформировался некий принцип такой избегай сомнительного поэтому я решил конечно избежать встречу непонятно с кем и закончить это восхождение таким образом потому что если не избегать сомнительного когда-нибудь это сомнительное станет последним так вот оказалось совсем не просто забраться на эту вершину какой бы близко она не казалась на этом я свои размышления и закончу это моя самая яркая метафора но для меня лично связано с этой горой обожаю эту скалу закончим мы на этой скале когда лодка на полном ходу никто не стоит потому что стали бить там похватила и вы оказались за бортом за их тендрами не ныряем за русалками не ныряем за бутылками лимонада тоже не ныряем а то было случай один едем на моторе что-то рассказывал остановился сын спрашивает у батя папа можно купаться папа да можно полетел парень вообще сразу так что без моего разрешения не купаемся на реке видите какой пучер так ребят на правой стороне открывается прекрасный вид на грот ифтиандра к сожалению самого ифтиандра человека который дышит под водой вы стишни увидите он сейчас отдыхает с русалкой молодой в сочи со своей так что ребят вакансии открыто задача в зеленом костюме и чешуи с рыбой в зубах пугать туристов которые заходят на лодках но там комнатная квартира будущего ифтиандра либо квартире халявный мини-бар смотрите какой халявный мини-бар Canada а и и а и и у и у у у знаете почему я вам показываю этот салат смотрите сюда пожалуйста это необычный ингредиент под названием попкорн из гречки я должна была это попробовать ведь попробовать попкорн из гречки красота-то какая вообще мне реки даже больше нравится чем моря моря не как будто на тебя наезжают хлещут пенятся пузыряться а река она как жизнь она течет только в реку нельзя войти дважды в море можно в эти дважды потому что вода одна и та же прям здесь вот в берег притекает утекает одно и то же а здесь смотрите все быстротечно в этой жизни как говорится жизнь реально быстро и потом например хочешь ты хочешь чего-нибудь в жизни мира хочу стать я не знаю предпринимателем и такой ну как нет потом когда школу закончу школу заканчиваешь кайну когда ни потом заканчиваешь университет потом откладываешь потому что дети родились потом откладывать потому что детей дети родились воду хоп и умер все закончилась жизнь поэтому смотрите на эту реку вспоминайте мою метафору не откладывайте на потом действуйте вот это можешь за учитель чтобы это период назад отходить просто правую впереди держи ты привыкнешь сначала неудобно раз ты привыкла к левой она привыкла просто это ограничивает потом от этих возможностей самый частый удар будешь неудобно делать кайфушник просто я открыть море это мира вчера не захотела плавать именно в воде ножками ручками почему-то не знаю почему начала психовать я подумала вот есть водка вы не поверите куда мы идем за нашим домом оказывается растет малина там нужно с тобой идем туда прям за нашим домиком и это узнали в середине нашей поездки идем набирать я вот такая у нас грибнис . не будем набирать прямо вот например там прямо вот в кустах а там крапива мама едет малину собираю да и собирает она там крапива точнее крапива смотри там смотри смотри малинка костинка хочу я малинку камера видит и да видит теперь я понимаю свою маму своих бабушек которые давали ягоды детям я тоже теперь даю свои своим детям ягоды это папоротники о какая до 2 среди папоротников так красиво они одинаковые кстати многие спрашивают спит ли его до сих пор сон дневной спит и прям видно что он необходим пока что но особенно вот в путешествиях на самом деле когда много эмоций много движухи да и когда мы просто живем в якате в садике его всегда спит ты же себя лучше чувствуешь когда поспишь днем до энергии много обзор обзор сумки давай что там есть там есть бутылка для милы на рукавники на рукавники на грудник на грудник у нее там мой брат с принцессами и все спасибо идем спать ты сказала будешь спать а у 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 о о Ну и завершающая вылазка с детьми у нас была на пасеку. Это самая красивая пасека в мире, мне кажется. Сейчас все покажу. Посмотри на нее. Вот это да. Аж знаешь, немножко жутко, да? Да нет, она не настоящая, точно. Боже мой, она как самолет. Хочешь залезть на нее? Я что, в цветочках буду? Все в цветочках. А это, наверное, чтобы они думали, что мы цветочки? Да, что ж. И садились на нас? Ты его можешь всегда засунуть прям, и он у тебя будет здесь жить. Демонстрационные. В одном из них есть стекло, чтобы можно было посмотреть на работу пчел изнутри. Тут всего три этажа. На каждом примерно по 10-15 тысяч пчел. То есть всего здесь 60 тысяч. Это одна большая пчелосемья. В каждой семье есть матка или королева пчел. Она самая крупная и живет дольше всех 5-7 лет. Живет на самом нижнем этаже. Оттуда никуда не улетает. У нее есть своя свита пчел, которая ее кормит, чистит, ухаживает за ней. Поэтому ее ходить смыслом нет. У меня другая важная задача. Она в сутки несет до 2,5 тысячи лиц. Поэтому день ее распланировать. Здесь также труднее. Скучать не приходится ей, короче. Если кто желает, можете подойти, аккуратно их по спинке, по крылышкам погладить. Пчелы, когда пьют, они добрые, спокойные и на вас внимания не обращают. А, я снимаю. Ооо, что ты мне не плачешь? Я погладила пчел. Затем из этого воска мы делаем свечи, масло восковой крем, живицы. А из нервы, это то, что так вкусно пахнет и остается после сутки, мы делаем настойки. Нервы вообще не несет. Все, ты мне прикольно. Все, понятно, что ты делаешь. Тихо. Я просто понимаю, что ты когда-то. Звукотерапия. Звукотерапия. Явуся, пойдем сюда ко мне. Здесь нет, да? То есть, стоят. Они как-то внизу. Давайте ложимся и затихли. Чтобы послушать чел. Прикольно. Литовуха. Ваше здоровье. При болях суставах мышц, при отъяжении. Колечень. мы попросили последние у нас два денечка здесь попросили сегодня хоть развести огонь так разведи огонь огонь романтика родителей там мой чайок а еще знаю что у меня с собой есть отель приносит нам каждый вечер по четыре шишки мы их прячем и они с кедровым орешками покажи что внутри они форме шишки кайф да ребёнок спит отправляю семью до свидания екатеринбург а я поехал гонять на питбайках я вам все покажу да девочки вам не послышалось денис вам все покажет он остался на алтай еще на 6 дней своего мототура программе у них с друзьями много всего но в основном это рассекать на байках по алтаю наслаждаться природой и ночевать в спартанских условиях и так как вы очень просите показывать больше дениса в моих влогах а он всегда только рад поделиться своими мыслями и историями на камеру держите целых полчаса влога от него это не наши малыши макс поедет на этом а все остальные поедут на питбайках вот наши домики и живем полотенце принесли саша обычно снимает рум-тур этим сниму рум-тур рум-тур вот они наши хоромы свой ствол ствол стол чайник кровати кровати и кровати розетки есть отлично это получается тут мы будем сегодня и завтра а потом отправляемся там не будет ни связи ничего не электричество нифига не будет макс купил какие-то местные вкусняшки как они называются чок-чок чок-чок там в общем ячмень мед что еще алтайская дорога и орехи блин прикольно с видом на крапиву ну и конечно горы и алтайский чай вкуснющий донник что-то там всякие душицы вот наше первое утро с максом запланировали пойти в гору и идем это наш поселок вообще на самом деле очень мало спали болтали до часу чуть больше всем утра уже пошли опа чё-то я вижу покажу не видно но наверно слышите какие-то кони там тоже восхождение устроили о раз два и вроде бы три на солнце вот мы нашли единорога все убежали вот эти остались папа не . два милых кусочка привет что такой смелый он кайфует или он плохо все от нас от страха убежали да не убегая мы свои нормально себя чувствуешь все хорошо как тебе живется на алтае всего хватает хотела бы лето подлиннее понятно уже вы думали очень легко да я вам сейчас покажу угол подъема примерно вот тут примерно 60 градус может 65 просто вниз ну не сказать что если сорвешь прям улетишь вниз быть аккуратно но все мы поднялись нам говорили два часа ушло 30 минут но шума с максом как психи прям по прямой там обычно где-то вот как-то вот там кургалями какими-то так вот иду там идут просто как своя тропах прямой это действительно недалеко но там все подготовка есть чтобы так сделать было не сами опасно я локальная вершина следующая вон туда кстати той минут 20 опять же все нашем стиле подниматься просто очень красивый мох на дереве будет он сумасшедший просто все дерево волосаты увидят этот силуэт вот это все это видео тет что за животное белка а что-то она замерла помощь на обратном пути встретили спелую облепиху она прям вкусная где-то так любил макс здесь завтраками на только доска говорю максу здесь по ощущениям змеи должен встретиться потому что макс идет игру макс осторожно тебя под ногами змея макс отпрыгивает влево я макс это адреналинчик уделился но тогда мне гиржа не не гигантская наласти тоже может быть ядовитая я вот не видел не голову я забыл там как-то что-то желтенькое у кого-то а у кого-то нет желтенького не помнишь как уже быстро от гадюки отличить сколько раз твердили миру что в горы свою палку брать идешь такой тюк 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 и змеи разбегаются хотя бы берегу миру миру уж сколько раз твердили миру немножко не в тему на что лезть вредно гнусно но только все не впрок и сердце листец сюда тыщет уголок кому посвятим такая лесная была с нами не стала кусать все серьезно заключаем договора вот он мой байк покажу черный шик выехали на тренировку поля только сусликов но не капец ну что очередной бомбезный вид чуйский тракт почему чуйский вот тут происходит слияние двух рек чуя из монголии течет слева такая коричневатая и катунь такая немножко бирюзовая справа приехали на небольшую смотровую здесь же где тренируемся вот отсюда видно хорошо снежные вершины вот такой алтай здесь и зелень березы и хвои и камень и безжизненные скалы и жизнью и реки разные и водопады и песчаные какие-то горы все что можно здесь есть и вот снега обалденно заехали на гейзерное озеро кажется мы саша здесь были как будто было не так красиво что двигается на дне рисунок меняется чем когда вы ездите на байке вас очень хорошая должна быть амуниция потому что вчера даже за день было у людей несколько падений у некоторых вот и когда нету защиты то легко чем свернуть сломать поэтому обязательно быть мотоботы должны быть наколенники защищают колени должна быть черепаха этот подо мной такое все знаете пластиковая металлическая на плечах на локтях там на предплечье везде ну и шлем конечно самое дорогое голова а ну еще перчатки тоже они все защищают при падении вот и все основные органы будут целы конечно что можно свернуть или в обрыв улететь там защита не поможет но адекватность тоже нужно сохранять у нас короче такой режим здесь что мы вот ветером у нас есть улите ведущая Валерия это одна из организаторов ее муж заоденет вот он присматривает самыми медленными получается мы все время гоним-гоним так довольно быстро потом дожидаемся остальных как только они подъезжают мы можем ехать поехали 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 припарковались в красивое место озеро учкель покажу вот это тут обрыв учкель если правильно учкель ну какой-то учкель какой-то кель приехали тут на курганы это и захоронения были раньше не знаю в каком году 900 и 100 ли год нашей эры вон они там всякие видите такие вот раскопанные места и вот раньше там как хранили умирает человек потом я уж не знаю не скажешь лошадь хранили потом что-то деревом закрывали сверху все остальное все что было у человека банки склянки золото но вроде как в египте там или где же он так это не хоронили вместе с этим сумершим такое слышал как-то по это по лояльнее чем бывает у меня кстати есть это курганский парень покажу вам курганского парк вот это курганский парень это вы тут хоронили да это наши как раз наш способ захоронения людей ну скажем так вот который человек если усоп то мы не только лошадь как ты рассказал эти все предметы интерьеры и так далее мы вместе с детьми его сразу хоронили вот по поводу деревьев кстати подожди подожди я только что рассказал что жен детей не хоронили если бы детей хоронили вместе с хозяин где поколение это бы росло какое где увидишь ты придумаешь давай честно тут как бы откровенно говоря нужно просто понимать что таким образом людей мотивировали не умирать мы здесь увидели орла сейчас распугают бедную птицу стой орел вот он орел какой-то алтайский красота мы сейчас поедем по грунтовой дороге по этой серпатистой вверх-вниз вверх-вниз вообще блин такой вид бомбезный да макс нравится тебе здесь очень нравится это вот самое красивое место где они были блин третье видео записываю потому что вот чем дальше отхожу тем красивее становится просто не эти просто орел пролетает коршун какая-то река красивая вообще еще поменьше смотрите водопад метров не знаю 50 сейчас кое-что покажу чтобы осознали глубину надо сейчас маленько отойти там просто такой вид будет в долину какая дать просто такие обрывы страшно просто туда бесконечно еще тут пасутся туда барашки козочки ты только что вот там было там здесь спустились по этому серпантину и оказались внизу вот он водопад красота красотище же где-то здесь будем жить или подальше вроде вот припарковались тут подножия горы заселились на второй этаж room tour как саша любит снимать нас конечно тут хорома не как у саши пидосах макс здорово вот у нас амуниция вся антошка здорово вот здесь макс здесь я здесь антон вот так вот у нас места много ну там моряка кстати рядом с румом с румом радио красиво спускаются барашки что видно давайте вам покажу поближе уговорили схожу так вот везде какашки валяются ну на алтай везде так потому что очень много животных как раньше вот у нас на урале раньше тоже было много животных было развито натуральное хозяйство в каждом доме была своя корова свинки курочки у меня у дедушки с бабушкой также было вау вот это спуск это красота какая ностальгия такая красота привет козлики и козлочки алтайские ну ничего нормально в стайке они все вместе там дышат пуховец нагревают тепло им там они реально счет своего тепла тепло поддерживает вот так вот стайках и чем холоднее зима тем больше нужно животных чтобы грели у нас деревне должно минус 30 было еще жарко ником тепло сурин дерутся немножко он так прямо лбом рогами ударил привет это мои дети у нас максом помимо мото пробега еще и пеший пробег проснулись опять раньше всех поднялись какие-то скалы над собой с покажу куда мы шли вообще смотрите проужили какую-то смотровую делают мы живем вон там вот туда короче туда вниз потом дойду покажу но мы поднялись сюда что посмотреть вот эту долину прикольно и водопад который больше ниоткуда не видно посмотрите бинокль будет хорошо видно ой реально что видно на наш там еще стадом гуляет коров тоже бинокль все хорошо видно так особо не видно еще мне нравится эта линия деревьев такая красивая коса 3 снизу растет и прям ровно такая до самого верха просто обалденно а видимо водичка стекает у нас здесь такая ветровая ледь у нас здесь есть вот такая ветровая мельница современная база есть солнечные панели есть ветровая мельница он крутится и там генератор приводит в движение когда так упрощенно и идет зарядка какой-то батареи которая дает уже электричество наверно этому дому а может напрямую без батареи входим на пешеходный подвесной мост идем к водопаду вау 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 обалденно так болтается мне это что-то напоминает мы так саше ходили где-то там под армении по такому мостику потом в сочи в скайпарке там пока не надежно такие не не шевелятся это прям есть болтается классно прикольный 200 рублей стоит проход но он частный и вот построили миллионов за 20 наверно вот теперь и купают по 200 рублей человека с максом с утра сходили на гору на водопад сейчас у нас еще сегодня тур какой-то недалекий на какой-то водопад который еще больше чем до этого показывал так вот мы идем после моста подвесного вот такие вот скалы просто отвесные среди какой пейзаж продолжается обратите внимание все вот эти камни которые здесь валяются они тут время от времени падают откуда он прям оттуда это примерно пол километра вверх просто не каким-то образом все же допрыгивают кстати да с какой сил вот они теныши маленькие вот и ганские камни пришли на водопад ну шумит он знатно напоминает водопад мы саша на камчатке заезжали на джипах подобный был жаль что у меня вот в этом самсунге в новом почему-то убрали режим мой любимый сверх замедленной съемки иначе бы я щас сделал сверх замедленным съем вот так вот прям вода прям в меня летит не разу жизни не видела водопад сверху вниз подумал я и полез наверх над этим водопадом вон эта река тут еще есть какая-то чаша и пред водопад обалденно вот сверху вниз водопад который только что видели я еще выше поднялся теперь видно вот эту чашу и откуда идет поток таки как красиво вода миллионами лет пробивала себе путь а мы люди иногда хотим пробить себе путь за пару дней и одну попытку чтобы стать таким красивым водопадом таким вот красивым водохранилищами к чашу нужно очень много усилий терпения и времени уехали какое-то поле гигантское гигантское поле гигантские горы гигантское лицо мое вот так вот красиво коровки тут гуляют везде вообще чем дальше заезжаем от цивилизации тем больше коровок как вы думаете где я нет это не лошадь еду на крыше машины но если честно я вылез в люк кто там лезет давай давай это у нас это инста 360 во все ракурсы оставляете вот мы в ту базу где заселились там сказали мы вас накормим у нас все закончилось и мы поехали поесть другую деревеньку чем дальше мы едем тем условия становятся более спартанские например сегодня нету в нашем домике не розетки не душа ничего нету покажу вам нашу столовую они кстати называются везде тут просто администрация бывает администрация кафе администрация что-то столовая дописывают но больше всего мне понравилось от это выражение одно из моих любимых вот такие магазинчики примерно на алтай но не в целом на то я вот где прям уже никто не живет практически ну что пришли вот после заезда на крыше в баню я очень не люблю баня тут просто баня единственное место где можно помыться как раньше у нас в деревне было если это базе нет ни душа там не теплой воды электричество только в бане вот но есть там никто не голый ну-ка 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 чё как там отлично здесь все куда уже запотевшая еще один смешной момент вот здесь вот у нас умывальник тут общий на всех на улице и такой думаю где мы ломыла где сняли вот здесь есть жмешь такой ничего не происходит думаешь может там нету присматриваешь они то есть уровень опа открыто же и берешь то пальцем так вот вот так вот опа мыло есть открываешь здесь сейчас плюнет меня опа уже моешь на самом деле вот знаете я представляю когда день с палаткой когда вот мы ночевали раньше даже сашей не было вообще ничего не воды не кровати и далее тут хотя бы есть кровать и вот здесь вода вот этим то и отличается все от палаток а в основном как палатках надо выходить куда-то идти в туалет где-то добывать себе зеркало с водой чтобы вот не например линзы надеть но здесь много удобнее чем просто на природе а еще самое главное самое главное что здесь такая красота сегодня у нас поход пеший на 20 километров на водопроводка огромный 160 метров вот просыпаемся позавтракаем пойдем вот эти лошади по забору ходят смотрите одна бренгита за забором все спалило все мы вышли пеший тур правда на катере начала мы прямо здесь вот на берегу живем но здесь переправа на катере вот буквально сейчас там где-то высадят и пойдем 20 километров туда-обратно нет просто порекомендовали записать видео мой первый километр и последний чтобы показать какой был веселый показать и какой буду потом дайте посмотрим что изменится правда вообще маршруту как бы мы не веселились он самый простой ему говорят можно будет категории сложности придать потому что она за год по три человека срываются и сожалению улетают в обрак вот вид сзади где мы жили вон там вот этими деревьями там на река у той горы и мы пошли блин какие вида какая скала но мне больше всего нравится вот конечно эти камушки почему-то так и не нравится понимаю что все эти огромные камни они скатились оттуда сорвались и так вот ровно усеяли это поле давайте послушаем звук камней это сверчки конечно местные и вообще сейчас это еду могу такую рекомендацию дать когда куда-то идете даже просто по улице в городе можно себе задачу для обдумывания ставить задачу идею проблему не просто нерешенный вопрос и думать об этом это вас избавит от этих мыслей беспорядочных повторяющихся и это такой вид медитации еще когда ты думаешь о чем-то конкретно вот на входах и люблю просто подумайте о чем-то конкретном и найти например решение или придумать несколько решений чему-то поэтому за сегодняшние 20 километров и километров пять точно пройду в одиночестве может быть больше вот так вот входим в заповедник алтайский входе заповедник есть кпп люди записывают сколько людей зашло вот потом когда выходим нужно отметиться тоже так и не понимаешь никто не не свалился не потерялся у нас обалденная переправа прикольно еще в этом путешествии него расскажу вам кое-что посмотрите течет до ручей это родник так как это происходит когда технические плиты столкнулись и появилась гора там же подводные реки маленькой изменили свое русло их выдавливает под давлением прямо там сам верху все стекает вниз это просто невероятно тут снимая главное не сорваться третьему так по канату идем вот так вот вот так вот у нас вообще группа приколистов вот смотрите наш гид зонтиком ходит модель какой-то дед зачесался с этим с горбом вообще да антон похож на черепашку ниндзя с этим со своим у дэна вообще ничего не было он голый шоу пришлось ему дать этот как его дождевик опять вас переправа он люди застряли даже вот пойду попробую телефоном руках скользко блин опа привет вот пришли на самый высокий водопад алтая показать его моего потом водопад туча красиво написали так вот красиво и на меня лично конечно больше вдохновляют такие где свободное падение идет высокая это считается 160 метров наверно сверху до низа высота если не длина его 60 метров а я думаю сверху вниз вчера не стал видео последнего километра потому что на последнем километре вырвало вообще на самом деле энергии было много сил много но где-то травнулся пока не понятно до конца чем и где видимо водой самое главное предположение всю дорогу пил воду из ручьев везде она и как бы говорили чистое но бывает реакции бывают вообще прошли за вчера в этом походе 27 с половиной тысяч шагов около 20 километров вчера как пришел три часа дня валялся в постели было нехорошо в общем это все признаки отравления проявлялись не буду слух называть но к вечеру уже там девяти десяти вечера стало хорошо так что сейчас выезжаем на мотоциклах последний день на мотоциклах должен хорошо доехать так вот встречаются много животных на дороге я помню что именно на алтае 7 лет назад я обнаружил что у меня появилась аллергия на коров поэтому гладить их не буду этот раз погладил у меня рука опухла в два раза больше стало хотя до этого никогда в детстве такого не было все выезжаем на яхте наша яхта сейчас мы будем ехать часа два по нему взять в озеро два часа ехать поехали дан капитан я побрился значит тур закончился жив-здоров устал от друзей поэтому я сегодня не с ними живу в тот день когда мы приехали а решил пожить один а зато написал пост в свой блог лучше чем вчера связанные кстати там мысли и идеи родились во время минотура поэтому все интересно почитайте вот желаю всем энергии яркой жизни поэтому все проект